То пусто, то густо. К старту продаж у меня не было возможности достать даже одну 2060 Super, а теперь получилось взять сразу три от самых популярных брендов. И я решил этим воспользоваться, чтобы посмотреть, есть ли смысл выбирать определённую или разницы между картами на одном и том же чипе нет. Сразу скажу, это не будет выбор лучшей из лучших и всё такое. Трёх видеокарт, причём из разных линеек, для этого недостаточно. Ну и хватит, чтобы посмотреть разброс частот, температур и всяких наворотов в зависимости от цены. Тем более, что в интернете уже есть куча сравнений 2060 Super с чем угодно, кроме других 2060 Super. В общем, давайте поговорим о характеристиках, отличиях, а потом сравним три эти карты между собой. Ну а для самых нетерпеливых и быстро засыпающих снизу будут тайминги. Чем же интересно 2060 Super? Ну, хотя бы тем, что по характеристикам она очень похожа на 2070. Такое обновление RTX стало ответом Nvidia на появление RX 5700 от AMD. Причём, настолько быстрым ответом, что складывается впечатление, будто Super это та 20-я серия, которую мы должны были получить изначально. Но Nvidia просто не смогла или не захотела. Сейчас же конкуренция подтолкнула компанию выпустить более шустрые карты, причём цена осталась прежней. Самое яркое обновление получила младшая RTX 2060. Новый графический чип TU-106-410 имеет больше потоковых процессоров, больше блоков растеризации, RT-ядер и вообще всего больше. Выросли даже объём и пропускная способность памяти. Вместо 6 ГБ с шиной 192 бита, теперь 8 ГБ с интерфейсом 256 бит. Правда, со всем этим увеличилось и энергопотребление. Но в целом супер-версия по характеристикам стала больше похожа на 2070, чем на 2060. Как всем этим распорядились компании-партнёры. Они сравнили цифры и просто поставили системы охлаждения 2070 на 2060 Super. Вот, например, Gigabyte с коротким названием GeForce RTX 2060 Super Windforce OC. Визуально она отличается от 2070 только вот этой наклейкой. Это самая простая и недорогая модель из выбранной мной тройки и самая доступная Super у Gigabyte. Без RGB-свистелок, со скромным, но приятным дизайном, небольшим радиатором и пластиковым бэкплейтом, который, понятное дело, декоративный и на надёжность или охлаждение никак не влияет. К слову, пластиковый кожух длиннее, чем алюминиевый радиатор системы охлаждения почти на 4 сантиметра. Это сделано не для того, чтобы карта казалась больше, по крайней мере, не только для этого, но и чтобы было куда выбрасывать горячий воздух с радиатора, ребра которого расположены продольно, как у моделей с турбинами. Тепло от графического чипа отводит две 6-мм медные тепловые трубки. Память и зона VRM имеет контакт с радиатором через термопрокладки. За обдув отвечает пара 95-мм вентиляторов с лопастями особой формы, которая вращается в противоположные стороны, относительно друг друга. При небольших нагрузках и низких температурах они полностью останавливаются и включаются только, когда температура поднимается выше 47 градусов. Дизайн платы оригинальный. Немного усилили только под систему питания. Получилось 6 фаз на ядро и 2 для памяти. Питание подключается через один восьмиконтактный разъём, возле которого есть светодиодный индикатор, который сообщит, если с питанием или подключением будет что-то не так. К слову, это вся подсветка у видеокарты. Количество видеовыходов почти стандартное – три DisplayPort и один HDMI. Несмотря на OC в названии, заводской разгон скромный. Производитель накинул всего 30 МГц для ядра в Boost. Остальное оставил для своей трехвентиляторной модели. Чуть позже поговорим больше о частотах в играх, когда будем сравнивать все три модели. Если докинуть к цене этой карты ещё тысячу гривен, то можно взять уже MSI GeForce RTX 2060 Super Gaming X. Топовый вариант 2060 Super в исполнении MSI. С лучшим радиатором, большими частотами заводского разгона, более изысканным дизайном и уже обязательной для такого класса RGB-подсветкой нескольких зон. В случае с 2060 Super Gaming X систему охлаждения тоже не перепридумывали, а взяли аналогичную с 2060 Gaming Z. Она более массивная, чем у Gigabyte Windforce и занимает уже 2,5 слота. Радиатор двухсекционный с четырьмя медными тепловыми трубками с никелированным покрытием. Он больше печатной платы, поэтому выступает сбоку, но охлаждает только сам графический чип. Память и зоны VRM накрыты отдельными металлическими пластинами, которые в свою очередь соприкасаются с ребрами радиатора. Суперэффективным в плане охлаждения такое решение назвать нельзя. Кажется, это понимали и инженеры, которые это придумали. Поэтому с обратной стороны зоны VRM тоже есть термопрокладка. Она отдаёт часть тепла металлическому бэкплейту. И, судя по тому, как он греется в играх, то отдаёт большую часть тепла. Простых вентиляторов, кажется, уже никто не делает. У всех свои навороты, поэтому тут тоже два 90-мм вентилятора с двойными шарикоподшипниками и лопастями особой формы. RGB-подсветка имеет несколько зон. Сияет окно с логотипом сбоку и линии вокруг вентиляторов. Настройка красоты происходит через приложение MSI Mystic Light, в котором можно выбрать цвет, эффекты и синхронизировать подсветку с другими элементами системы. Подсистема питания тоже имеет восемь фаз. Шесть на графический чип и два на память. Дополнительное питание подключается через один восьмиконтактный разъём. Видео выходов за эти деньги больше не стало. Всё те же три DisplayPort и 1 HDMI версии 2.0. Кстати, если вы уже начали читать комменты, напишите там, что лучше Intel или AMD. А я перехожу к третьей видеокарте. Самый огромный гвоздь программы – Asus GeForce RTX 2060 Super Rock Strix 8G Gaming OC. Это топовая модель из линейки Asus. И мне кажется, тут психанули и взяли охлаждение сразу от 2080 Ti. Серьёзно, видеокарта просто гигантская, не экономили ни на чём, что видно и по цене. Это, наверное, одна из самых дорогих 2060 Super с воздушным охлаждением. Никаких компактных сборок в маленьком корпусе. Для этой махины нужна большая коробка с тремя свободными слотами расширения. Никакого дутого пластика с пустотой внутри. Всё пространство под кожухом занимает массивный радиатор с шестью тепловыми трубками. Он также двухсекционный, но уже с площадкой и для охлаждения силовых элементов VRM. Сзади большой металлический бэкплейт, который, к сожалению, не задействован в охлаждении и выполняет только функцию ребра жесткости. Печатная плата выполнена по особому дизайну Asus Super Alloy Power 2. Она крупнее обычной и повторяет Rock Strix RTX 2070. Горячие элементы разнесены максимально далеко друг от друга. Часть платы занимает внушительная десятифазная система питания. В такие моменты я начинаю забывать, что это не 2080. Питание, кстати, подключается через два разъёма с шестью и восьмю контактами. Над надписью GeForce RTX расположен переключатель двух BIOS, в котором зашиты разные сценарии работы системы охлаждения – тихий и производительный. Забегая наперёд, чем холоднее эта карта, тем больше её максимальный буст. Там же находится экстренный выключатель RGB-подсветки на случай, если вы проиграли катку и всё раздражает. На торце традиционно для Strix есть куча дополнительных разъёмов для подключения корпусных вентиляторов и подсветки. На самой видеокарте светятся линии вокруг вентиляторов и огромный логотип на бэкплейте. Всё настраивается через Aura Sync. Видео выходов тоже больше – целых пять. Два DisplayPort, два HDMI и USB Type-C Virtual Link. В общем, снаружи это три совершенно разные карты. Давайте посмотрим, как обстоит дело с производительностью этих видеокартов. Начнём с синтетики – 3DMark, Superposition и Geekbench 4. Тут легче всего заметить разницу, так как разброс баллов всегда больше, чем кадров. В целом, без сюрпризов – карты выстроились в порядке возрастания цены. Так что переплата будет не только за подсветку и красивости. Максимальный буст ядра у всех разный – 1680 МГц у Gigabyte, 1695 у MSI и 1830 у Asus. Кроме того, карты имеют разный максимальный лимит мощности. Для Gigabyte и MSI в запасе только 5%, в то время как для Asus планка поднимается до 25%. Всё это отражается и на стабильности максимальных частот в играх и тестах. Asus держит ядро на 1965 МГц, модель от MSI поднимает частоту до 1935, а самая недорогая Gigabyte очень старается дотянуться до 1875. Получается, тоже не всегда. Итого, разброс в играх составляет 3, 5, иногда 10 кадров. Стоит ли за это переплачивать – решайте сами. Но не забывайте, что кроме разных частот, карты имеют и разные системы охлаждения. Это отражается на шуме и температурах. Сюрпризы – Gigabyte Winforce громче и горячее всех. Шум при открытом корпусе составляет около 48 дБ, а температура в играх доходит до 74 градусов. Но зато не треща дроссели. MSI Gaming X оказалась самой холодной в тесте. Температура чипа поднималась всего до 66 градусов. Вентиляторы работали в полсилы, по шуму – второе место. Asus ROG Strix – ожидаемо самая тихая, несмотря на более высокие заводские частоты. Правда, тесты я проводил в тихом режиме. Обороты вентиляторов держались на уровне 30-40%, а графический чип при этом нагревался до 68 градусов. Интересно, что карту Asus можно разогнать, просто переведя систему охлаждения в более агрессивный режим переключателем на плате или подняв скорость вентиляторов в Afterburner. В обеих случаях растёт максимальный буст, который, скорее всего, завязан на температуру. Кстати о разгоне. Особо выдающихся результатов по ядру ни одна из моделей не показала. В авторежиме Afterburner накинул всего 94 МГц. В ручном можно добавить плюс 100 для гигабайт, плюс 150 для MSI и плюс 100 для Asus. От последней я ожидал большего, но не стоит забывать, что Strix уже работает быстрее других. Кроме того, буст с учётом ручного разгона тоже самый стабильный. Значительно интереснее обстоят дела с памятью. Во всех случаях используются микросхемы Micron, но, как оказалось, они бывают разные. Чем дороже карта, тем тщательнее выбирают элементы для неё. Итого, для гигабайт удалось накинуть плюс 800 МГц, для MSI плюс 1000 и для Asus плюс 1200. Очень хороший результат для каждой из карт. Как итог, небольшие манипуляции делают эти карты ещё более похожими на 2070. Вопрос только в цене. Ведь тот же премиальный 2060 Supervox Strix стоит, например, как недорогая 2070, а тот же и на 3D. Если подытожить, чем больше переплата за видеокарту на одном и том же чипе, тем лучше можно ожидать частоты, температуру и шум. Хотя так бывает не всегда. Иногда 90% улучшений приходится только на RGB свистоперделки. Кстати, какое-то время назад Nvidia сообщила, что вроде как перестанет сортировать лучшие чипы и маркировать их отдельно, так как производство уже позволяет все чипы делать одинаково хорошими. Но не исключено, что этим продолжат заниматься другие вендоры. В общем, подходите к выбору карты с умом, читайте отзывы, ну и можем обсудить варианты в комментариях. Кстати, если видео было полезным, ставьте лайк и не забудьте нажать на колокольчик, потому что буквально завтра будет видео о новой видеокарте, про которую сегодня мне ещё нельзя рассказывать.